Доброго времени суток, друзья! Я вас приглашаю сегодня в город Натевот, маленький городок на юге Израиля. И хочу вам показать воплощение мечты отдельно взятого человека. Жил-был в городе Натевот маленький мальчик, Одед. Его мечтой было построить для жителей города прекрасный центр. И вот мы видим его произведение. Он выстроил торговый комплекс, и в центре находится Эфилева башня. Она, конечно, в 10 раз меньше Эфилевой башни в Париже. Но место прекрасное, замечательное. Мы сегодня не можем сюда зайти, так как суббота, выходной день. Комплекс откроется на исходе субботы. Здесь, как и в Париже, можно съесть круассан и выпить чашечку ароматного душистого кофе. Сегодня хочу поделиться прочтением рассказа «Живи своей мечтой». Мой друг Монти Робертс, владелец ранчо в Сан-Исидру, он пригласил меня погостить в его доме, а также попытаться выиграть немного денег, ставя на лошадей в соревнованиях. Эти деньги были мне необходимы на развитие молодежных программ. Когда я был у него в последний раз, он представил меня обитателем ранчо. Я хочу рассказать вам, почему пригласил к себе Джека. Это старая история о молодом человеке, семья которого занималась тренировкой лошадей, переезжая с места на место, с фермы на ферму, с ранчо на ранчо. Из-за частых переездов парень постоянно прерывал учебу в школе. Когда он был в выпускном классе, учеников попросили написать сочинение о том, о чем они мечтают заняться после окончания школы. В тот вечер он исписал семь страниц, рассказывая о своей мечте стать владельцем ранчо. Он рассказывал очень подробно о своей будущей жизни, даже начертил схему ранчо размером в 200 акров, указав расположение домов, конюшен и тренировочных полей. Затем парень начертил подробный план дома в 4000 квадратных футов, в котором он мечтает жить. На следующее утро молодой человек отнес сочинение, представлявшее детальный проект его будущей жизни, в школу и отдал учителю. Через два дня учитель вернул сочинение обратно. На первой странице была начертана большая красная буква «Ф» и написано «Останься после уроков». Парень, мечтавший о лошадях и ранчо, подошел к учителю и спросил «Почему вы поставили мне неудовлетворительную оценку?» Учитель ответил «Твоя мечта стать владельцем ранчо и разводить лошадей нереально. У тебя нет денег. Твоя семья постоянно переезжает с места на место. Как ты собираешься разводить лошадей, когда даже одна лошадь стоит чрезвычайно дорого? Ты пишешь, что хочешь купить землю, племенной табун. Ты никогда не сможешь этого сделать, потому что у тебя нет и никогда не будет денег». А потом учитель добавил «Если напишешь другое сочинение, в котором расскажешь о каком-нибудь обычном, реальном и выполнимом желании, я изменю неудовлетворительную отметку на положительную». Парень вернулся домой и обдумывал предложение учителя весь вечер. Он спросил совета у отца, как ему поступить, и тот ответил «Сынок, ты должен жить своим умом. Я считаю, что тебе следует самому принять решение». Прошла неделя, и молодой человек, не исправив сочинение ни слова, вернул его учителю. «Пусть у меня будет неудовлетворительная оценка, но мечту свою я не предам», заявил он. Затем Монти повернулся к слушавшим его людям и произнес «Я рассказал вам обо всем этом потому, что вы находитесь в доме размером 4000 квадратных футов, расположенном на ранчо в 200 акров. А то школьное сочинение о моей мечте до сих пор висит в рамке на стене возле камина. Но у моей истории есть продолжение. Два года назад летом тот школьный учитель привез пожить на моем ранчо 30 учеников. Уезжая, он сказал мне, «Когда я был твоим учителем, ты чувствовал себя человеком, который ворует у других людей мечты. Все эти годы я занимался тем, что обкрадывал детей. К счастью, ты оказался крепким парнем и не позволил мне искалечить тебе жизнь. Никому не позволяйте воровать ваши мечты. Живите сердцем. Это самое главное в жизни». Благодарю вас, дорогие мои. Всех благ вам.